Дорогие наши друзья, всем привет! Сегодня мы с Петрухой решили посетить одну выставку. Здравствуйте, скажи. Здравствуйте. Да, хорошо, мы находимся в экспоцентре. И здесь проходит выставка, короче, рыболовная выставка. Я думаю, для настоящих мужчин это будет интересно посмотреть. Так что пойдем-ка мы, как говорится, поглазеем. И что можем, вам все покажем. Соответственно, вот, опачки, здравствуйте. Да, народу много, очень много представлено различных фильм. И начинается все с Волжанки, ребята, Волжанка. Довольно-таки известная бюджетная фирма. Но, так, что посмотрим? Что мы должны посмотреть здесь? Что-нибудь. Ну, здесь что, оттуда же? Расскажите нам что-нибудь про фирму Волжанка. Расскажите нам что-нибудь интересное. Что интересное у вас интересное? Да, про Волжанку. Мы знаем, что это, как бы, фирма, которая аналог импортных фирм. Ну, как бы, ну, более бюджетная, да? Ну, да, мы стараемся придираться бюджетных цен, чтобы не вылезать. То есть, у нас нет дешевых таких вещей, как вы сами знаете. Ну, и высший диапазон тоже стараемся не лезть. Там бизнеса пропадают еще. Средние, добротные, надежные, качественные товары. Ну, то есть, все равно там бланки используются импортные, да, у вас? Да, бланки импортные. Я не знаю вообще в России, какие делают ли наши российские бланки. У нас вообще производство бланков в России. Такая технология, в основном размещены все в Азии, в Восточной Азии. Я, кстати, тоже пользуюсь у меня спиннингами фирмы Волжанка. Я скажу, и даже катушка Волжанка, скажу, ничем не отличается от импортных. И довольно-таки хорошего качества уже на протяжении трех лет пользуюсь. Ладно, вам огромное спасибо. Спасибо вам, что вы делаете. Новых партнеров. Всего доброго. Всего доброго. Так, ну вот что, чуть-чуть вам показали, сейчас, что у нас дальше. Вот, кстати, прикормки различные. Карась, лещ, карб, карась. Орех. Реально орехом пахнет, нажирать нельзя. Так, что здесь еще? Что еще? Компания Следопыт представила у нас широкий выбор товаров, как для рыбалки, так и для туризма. Для туризма плиты, фонари, бинокли и все остальное. Ну, газовые горелки, поры, балки, шнуры, плетеная, не плетеная леска, шнуры, приманки для ловли, форели, поролон, силикон. 330, что угодно, недостаточно дешево. То есть здесь у вас можно это, да, все за наличку приобрести? За наличку и за безналичку. Ну, пока все. Все, резина, смотрю, тоже, да, это ваше все? У нас новинка, форелевые блесны, в рознице 100 рублей сейчас на выставке. У них в комплекте идет два крючка. Давайте, крючу, вытушу. Один бородатый, другой без бородой. То есть здесь ловить спортивного поймал отпусти, ни у кого пока такого еще нет. Ну, такая щадящая, можно сказать, что там брудья не лвет. На многих подаемах, где есть возможность ловить поймал отпусти, там наши блесны будут востребованы. Форма все известная. Цветовая раскраска точно так же сделана по пожеланиям спортсменов, кто ловит плотность ими работали. То есть все цвета выверены, лишних нет. Все, спасибо вам. Спасибо. Ребятки, обращайтесь, фирма «Следопыт». Все есть у них на сайте, набирайте в поисковике, все есть. Так, мы пошли дальше. Куда мы идем дальше? По большому счету, в принципе, все одинаковое. На любой, как говорится, вкус и кошелек. Здесь только, как говорится, дело за вашим выбором. А так, конечно, ассортимент шикарнейший. Шикарнейший. Во-первых, все легенькое. Слушайте, ну красота невесомая. Я думаю, производители постарались и на выставку представили все свои лучшие модели. Все, что можно, все, что можно здесь на этой выставке. Специально для троллинга, ребятушки. Вы же любите троллинг. Троллинг в Астрахани любите? Все. Смотрим, что здесь есть. Что есть для троллинга? Хулиганы, бандиты, все, да, есть? Бандиты есть. Хулиганов нет. Ценовая политика, маленечко нам расскажите. Бандиты по 600 рублей. Бандиты по 600 рублей. Это оригинальные. Ага. Ну а так в магазине это стоит, ну где-то под косарик они. То есть здесь на выставке, в принципе, можно приобрести. И, друзья мои, многократный чемпион по рыбной ловле в Астрахани. Вот так меня зовут. Да, 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 Александр Гегтярев Александр. Ребят, вы должны его знать, кто хоть чуть-чуть, хоть один раз рыбачил. Вы должны знать, кто такой Александр Гегтярев. Саш, ну давай потихонечку. Ой-ой-ой, какая красота. Да, очень красиво. Да, вот начнем, наверное, с того, что будоражит умы последнего года всех. Это с крупной резиной. Она очень прочно вошла в жизнь всех рыбаков, неожиданно. Как оказалось, что всем нужна теперь крупная резина. После того, как все посмотрели известные всем соревнования. Вот начнем. Вот эта крупная резина для ловли судака и щуки. Как бы крупная была. Казалось, всем очень крупная. И все боялись ее использовать. Говорили, да у нас рыба такая. Пока не появилась вот такая резина. Еще больше. Теперь все говорят, что есть еще крупнее. Да, есть еще крупнее. Ну, теперь давайте, наверное, посмотрим, как ее использовать. Возьмем среднюю резину. Это 180 миллиметров. Делает ее сербская компания Genesis. На мое личное мнение, она субъективная. Вы можете с ним соглашаться, либо нет. На сегодняшний день это самая, наверное, неубиваемая и интересная резина в проводке. Она выполнена очень анатомически правильно. Такую клейку, наверное, пародирует. С хорошими насечками на боку, которые дают, как мне кажется, дополнительные вибрации. И тем самым увеличивая покрытие. И утолчение на гвозде позволяет этой приманке не только хвостом вот так билять, но и тироллингами. Посмотрим? Да, 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 конечно. Значит, оснащили мы ее сначала джиг-головкой. Джиг-головка не очень простая. Она вот с такой нижней петлей для того, чтобы вы дополнительно могли оснащать какими-то тройниками или любыми крючками эту приманку, если боитесь от хвостов хвостов. Поехали? Давайте. Классическая джиговая проводка. Тоже приемлема для крупной резины. Вызабрасываете ее и делаете стандартную классическую ступеньку. Единственное, что я рекомендую, не буду, я так это делаю. Вы должны работать на недогрузах. То есть если классическая ваша ступенька, вы четко понимаете, отбивается, когда приманка отодна, то есть вы четко чувствуете удар, то здесь лучше всего работает история, когда вы смотрите касание дна приманки по разгрузке шнура. Вы понимаете, по разгрузке шнура, что она коснулась. Это есть вот эти недогрузы, когда вы еле-еле чувствуете касание дна. Это значит, что она очень долго планирует и очень долго-долго летит ко дну. В целом, увеличивая вот это время прохождения приманки, увеличивая воздействие хвоста на боковые лиги рыбы. Теперь как она работает на равномерной проводке вдоль дна предположения. Как раз вот эти вот вещи, насечки все, вот это хвостовое потолщение позволяют приманке роллингом таким идти. Сейчас у нас волна пошла по бассейнам, наверное, не очень видно. Давайте еще разок. Вы забрасываете равномерную проводку, вычисляете. Вот она не только хвостиком миляет, но и роллингом. Это первое. Второе, значит, приманку, если мы используем неогруженную. Неогруженную приманку вот на таких оснастках, всеми уже известными. Чем хорошая оснастка такая отличается от плохой? В хорошей оснастке используется такая шпилька, которая загоняется в тело приманки. При поклевке трояньчок сдергивается, вы вытаскиваете просто на самом, на поводке, не нарушая тело приманки. Здесь спираль, она вкручивается, производит эту историю дополнительных оснасток компании «Севич Гир». Довольно грамотно все сделано, специализировано на крупной приманке. Сама приманка, еще раз говорю, делается в Сербии, называется она «Дженезис Лайф ШАД». Это 210-й размер. А теперь смотрите, какая есть основная проблема ШАДов приманок. Они при проводке неогружены, заваливаться начинают. Периодически заваливаются в одну или другую сторону, если где-то есть нарушение какой-то огрузки. Вот эта приманка очень стабильно ведет себя в воде. Она никуда не заваливается, она идет ровненько, с хорошим роллингом, с хорошими движениями фасового плодника. Вот на обычной равномерной проводочке. Вот так она выглядит. Идет просто как живая, да? Как живая рыбка. Еще раз хочу сказать, что равномерная проводка может быть как в толще воды, на каком-то горячонке, так и вдоль, вдоль каких-то горячонок. Поэтому, пожалуйста, используйте именно так. И третий тип оснащения, который не очень популярен, потому что этих оснасток не очень много в магазинах продается. Точнее, как-то я их совсем не видел, на выставке они есть. Это такой осветный крючок очень большого размера. Здесь крючок 8.0 стоит с дополнительным лепестком, таким, как у ТЛ-спиннера. И вот эта грузечка для стабилизации приманки. Вот это оснащение, на мой взгляд, оно еще интереснее. Оно дает дополнительные колебания в воде. Вот так все это выглядит. Красота. Красота. Как-то так. Еще раз хочу сказать, что приманки эти производит сербская компания Ingenesis. Можно посмотреть, вот там стендик. Там есть все типы оснащения. Вот сколько, видите, сбоку посетителей. И там как раз все указаны, как оснащать приманку, что с ним нужно сделать. Вот стадь. Вот так, чтобы не промолвать. Ну все. Спасибо вам за рассказ. Я вот к чему веду. Короче, вот лично мне нужно 2.40. 2.40 с тестом 15.50. Эммаж такая тяжелая. Мне или туда? А мне? Да, да, да. Ну, короче, более джиговая полка. Да, 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 джига. Что, значит, нескромный вопрос. А, грубо говоря, ценники. Вот 3.5 не могу. К тому же на камеру. Вот 3.5, ну, соответственно, и до 30 тысяч. Плюс-минус бюджет, чтобы я не занимал ваше время, чтобы я вам показал. Хотя бы просто покажите это, чтобы я понимал. А то это... Бежать мне кредит оформлять или нет. Я вам параметры задал. Зачем вам кредит оформлять? Вот, например, кара, но для корейцев, ну, мы корейцами занимаемся. 2.40, 10.45. 10.45. Ага. И все. Ну и, ребята, главное вот это для джига, что упругий хлыстик. Что позволяет вам и чувствовать поклевочку, да? И в руках она практически невесомая. Ценник ее... Какой? А вот 3.200. Вполне бюджетно, вполне. Можно брать, во-первых, кольца. Кольца большие. Так, что еще мы можем посмотреть? Вот разница. Ну, так я, грубо говоря, плюс-минус, да? Это у нас 7.35, 2.59. Просто, чтобы народ понимал. То, насколько исполоним, так. Вот тут вопрос. Ну, я скажу, для, вот, допустим, в Астрахани это маленький тест. 3.5 грамм. Есть и основная. Да, потому что если он там на раскат, то еще нормально будет. Нет, вообще, есть и астраханские варианты, да, где тяга нормальная, то там даже и 45 грамм не падает. Я говорю, полкининг, да. Например, вот она, данная модель, 80 грамм, просто, где нормальная глубина, хорошая тяга. Ребяточка, ну и ценник, соответственно, смотрите, 16.100. Ну, это GS Company, это внутренний корейский рынок. Ребятки, ну это шедевр, просто шедевр. Это морской бланк. Вообще по красоте. 16.100. И это еще недорого. Все, ребята, фирма Фантом. Послушаем, 5 минут внимания, ребятки. Полезные вещи. Здравствуйте, мы компания Фантом Форс, производитель одежды для охоты и рыбалки города Екатеринбург. Производим весь спектр охоты и рыбалки в разных ценовых сегментах, в разных тканях. Вот наш ассортимент. Будем рады быть вам полезными. И еще не весь ассортимент. Еще не весь? Нет. Слушайте, ну а больше всего интересно размеры. Есть ли большие размеры, допустим, таких дядек-радья есть? Есть, есть, будут обязательно большие. Будут или есть? Нет, у нас вообще линейка 64-64. Все, так что это, рыбаки, жердяи, все здесь. Ну что, соседний павильон. Здесь у нас больше всего, как говорится, кахоти. Кахоти. У нас охота, когда нам охота. Ну и, соответственно, представлены. Представлены различные оружия. Смотрите. Наблюдайте. Я сейчас, опять, в охоте не очень разбираюсь. Но так хотя бы вам показать и считаю. Ну, тоже будет интересно, по крайней мере, чем люди интересуются. Здесь что у нас там? Какие-то рации. Удилища. Это здесь патрончики делают, я так понимаю, да? Правильно? Да. Интересно. И нарезные, и всякие разные, да, делаете? Мы не делаем, мы только продаем. Продаете? Продаете? Да. Нет, мы продаем отдельные пули, отдельные гельсы, инструменты и снаряжение. Ага, а собирать где? Собрать дома. Каждый охотник сам себе собирает то, что он хочет. А если до такой штучки нет, а что это надо делать? Надо купить. Да? Железная логика. Действительно, ребятки, заточка ножей, это профессиональные точилки. Здесь все, и уголочек, да. Сколько до такого? 25-30 градусов, да, где-то? Для такого? Заточка, да. 36. Так, выставляется специально, да, градусы? Да, по электронному галмеру. Ага. 18,9. Все, и поехали, да, вот так вот? Не мочить ничего не надо. Сложно водичку смочить, лучше будет в домашних условиях. А так не надо. Такой станочек стоит, сколько примерно? Конкретно такой от 19 тысяч. 19 тысяч, да? Есть поменьше, есть. За 12 400, за 15 тысяч. Я на Алиэкспресс заказал, там за полтора косаря придет, там тоже покажу. Приятного аппетита. Помешали человеку. Нет, мы не проходим, нам наоборот, это интересно все. То есть вот какие-то... У нас своя кузь, свое производство. Да, финкин, КВД смотрю. Финкин, КВД. У нас есть смерши, у нас есть разведчики, у нас есть трости. Ну да, внутри, которые ха-ха. Да-да-да. Да-да-да. Ребятки, это наши люди, это наши люди. Сейчас мы оценим все, как положено, потому что мы сами этим занимаемся. А мы сами этим занимаемся. Натур-продукт домашнего производства. Она, она. Фу, все равно вечером пить. Да? Еще не вечер, конечно, но... Кто это делает? Какая вкуснотища. Мы сделаем. Я клянусь, я бы знал, я бы своей привез. Я думаю, это культурное мероприятие. Вообще, это культурное мероприятие. Да, это очень культурное мероприятие. Все культурные люди. Друзья мои, кузница. Ассоба. Да. Лошадиная фамилия. У нас даже, смотрите, даже на эмплемке лошадь. Ну да. Всех приглашаем, пожалуйста. Друзья мои, на сайте все находите. Если вы скажете, что от Вадюши, вам будет скидка 10%. Правильно? Без проблем. Да. Ребята, по красоте сделайте. Вот честно говорю, замечательные люди. Всего вам, кажется, хорошей вам торговли. Всего доброго. Фу, ну уважили вообще. Ни конец еще. Хорошо. У нас там много. У нас там много. А ну эту выставку. Спасибо огромное. Вот я понимаю, вот так вот людей надо встречать. Подошли, показали, выпили. Все по красоте. Так, здесь у нас что? Что у нас здесь интересно? Ножечки, складнички. Чем-то можете похвастаться, чтобы вот прямо вау. Что порекомендуете? Так. Цените. Я понимаю, что 21 век на носу, на нормальный нож урисмаги космическое произведение, но... Да. Тоже работа. Достойная. На геометрию, на спуске, смотрите, на дизайн. Я без очков не вижу. С каких материалов. Титан, 154-й порошок. Шикарно, шикарно. Шикарно. Сколько он стоит? Мусат 2000. Это керамические, так понимаю. Керамические, мусат 1500 гритность. Любые ножи будете подводить профессионально. Супер, суперски. Слушайте, ну хорошая вам торговля. Как фирма называется? Спутник. Спутник, а где здесь? Рюкзаки висят закрыты. Короче, спутник тоже можно найти. Подождите, здесь что-то... Как сливочное масло. Да ну, заготовка домашняя. Или вот так. А этот... Брусок, да? Брусок подавится? Брусок? Ну, для рыбачилок. Да, почему нет? Все продается. Отпущенный, да? Ну да. Садится? Похоже. Нет, там 60-й выезд. Высокая. Слушай, ну шикарно, шикардосый. Короче, здесь в основном у нас, ребята, ножички, ножички. Слушайте, топорик вообще шикарнейший. Шикарднейший, шикардосный. Такие топорики должны висеть в каком-нибудь музее вашем. Вот. А в нашем? Вы можете сделать домашний. У нас музея нету. Будет никогда не поздно. Ребят, я так понимаю, все свои ручные работы. Да, верно. Это наши топоры. Это мы производим. Мы из Краснодара занимаемся вот... Своя кузня, я так понимаю. У нас, да, полностью художественная обработка изделий, травление, резьба, по металлу, все вот мы вот делаем. Вот для красоты топоры или реально можно использовать? Нет, это полноценный рабочий инструмент. Мы делаем их красиво, но и надежно, и практично. И даем гарантию людям, чтобы они понимали, что это не просто красота, но еще и практично. Еще и неописуемая. Ценовая политика, сколько хотя бы? Разбег. От 7,5 и выше до 15. Вот такая вот цена. Все ясно. Так что образец. Ребятушки, ну вот. Вот. Это вечный топор. Вечный топор. Нескоро сделать это шедевр. Просто шедевр. Все, ребятки, вам удачи. Вам удачи. Секира Радозлава ждет. Все. Все на сайте есть у ребят. Похвастайтесь, пожалуйста, своими изделиями. Да, просто. Так вот, рассказывай, что вот нашли вы фанерку, вот у вас такой станок, и что-нибудь красивое сделать надо. Давайте. Сейчас. Как вас величать? Меня зовут Олег. Олег. Откуда вы, Олег? Вообще, мы в Москве, а инструмент австрийский. Вот так вот. Так, сейчас покажем. Значит, это один модуль. Все, сейчас Олег все сделать. Это один модуль, и его хватит, чтобы делать вот это все-все-все. Даже дети. Значит, так собираем его. Ставим заготовку сюда. И делаем, например, там, подсвечник или шахматы, или палясину, там, что угодно. Это в наборе. Ну вот, вот так вот все, аккуратненько. Ручки для напильника, все, что угодно. Значит, такая вещь. Ну, дури ему хватает, да? Ну, если ребенок будет с вами работать, если руками схватитесь, он тормозит. Ага. Безопасность. Ну, понятно. Потом так переставляем его. Так. Фрезерный. А, сверлильный. А, сверлильный в данном случае. Делаем отверстие. А дальше основная работа, это у нас лобзик. Так. Это все один станок делает. Это сюда ставим. Друзья, вот в такой коробке практически три инструмента. Смотрите, вот, все. Развивает моторику рук. Так что, если у вас более-менее ребенок уже начал говорить, обязательно такую штучку надо. Модульный конструктор Playmake. Сейчас я вам покажу, как все это работает. Ну, то есть, рисунки, это все находим в интернете. Кто-то там, пацаны делают ножики из Counter-Strike, машины, самолеты, вертолеты. Что угодно. Рисунок на фанеру. И здесь лобзиком. Вырезаете все, что хотите. И потом здесь же еще шлифуем. То есть, завтра. Вот четыре операции, один с тобой. Все. Сколько эта красота стоит? На сайте цена 14 тысяч 500 рублей. Все, копитнаха есть, залетайте на сайт. И гарантия на мотор 5 лет. Гарантия, ребята, партия ограничена. Буквально осталось еще 1015. Все, быстро-быстро на сайт все раскупаем. Олег, спасибо по красоте. Спасибо вам большое. Вы знаете, расскажу вам, раньше ходили на выставки. Такое желание было что-нибудь поклянчить, да, там, чтобы на память что-то ставить. Сейчас вообще уже пофигу, все дома есть, все дома есть. Поэтому просто приходим, смотрим все. Вот точилочки, ребятки, будьте любезны. Все, спасибо большое. Значит, когда по камушке. Кто там, блядь, круто нагибает, кто там кто-то орет? А, ну это уточки, ребята. Как вы сразу догадались, это уточки. Да не кричат, вот так вот лапками и машут. Вы со мной договоритесь, да? Охота на гусей в Харелии. Все, и гуся, как говорится, озабоченные прилетают. Их там это пиф-пап. Петя, ну ты видел? Да-да-да, надо брать такую. Поглядь, захрани еще кататься. Трофе, а что он стоит? Как машина. Полтора миллиона рублей. Вот так. Нормальный мотоцикл, но меня больше всего интересует. Мотор и мотоцикл. Ребята, Машенька, Машенька. Смотрите, во-первых, это все подорожало. Вот он стоит 183. Год назад он стоил 70-80 тысяч. Настолько улетела цена. Вот так вот. С чем это связано? С трехтактным мотором. Ну это понятно. Очень хороший. Крутой мотор, конечно. Я хоть и поклонник моторов Тахаци. Но от Ямахи не отказался. Я тебе покажу, там один стенд есть. Там наливают. Я сейчас выпал. Такая вкуснятина. Вот мои любимчики моторы. Тахаци? Да, Тахаци. Их в продаже нету. Так же, как и Меркури. В России их в продаже сейчас нету. Это гигантский дефицит. Они стоят только на выставке. Цена опять с прошлого года умножилась на три раза. Вот мотор 9,9. Ребята, а 9,9 сколько стоит? Какой? Да. 199,900. 200, грубо говоря. Это база двадцатая. Ну, двадцатка. Нет. Ну, я это прекрасно знаю. Мотоспорт, новая. То есть, его можно перевозить на бок. Вы видите, даже здесь вот. Ну, год назад он стоил меньше ста, как я помню. Или в районе ста. Четырех тах. Чего? Четырех тах. Четырех тах. А, ну, четырех тактный 100 плюс стоил. Двух тактных меньше ста стоит, да? 9,9. Очень разумеется. 9,9 двух тактный стоил менее ста. Да. Год назад всего лишь. Цена, то есть, за год более ста процентов выросла. Как я знал. Короче, подорожало все. Алюминиевая лодка, она долговечная. Если вот такую купить, это хватит и тебе, и твоим детям. Он вечно. Тогда вопрос к Пете. Зачем ты купил квартиру? Купил бы лодку. Ну, квартиру, лодку в будущем. Так, что у нас? Гелик Вани? Гелик Вани. Вот такая вот красота. Смотрите. Ценничек. Вот это я понимаю. Дверь не открывать. Что сказать? На любой размер кашелька. Что это с дяденькой? Его акула покусала, между прочим. Вот на ощупь, на ощупь, ребята, вот как в морге лежат один в один. Если у кого-то есть желание ему сделать искусственное дыхание, я не знаю, кто делать будет. Хороший. 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 Или нет? Пусть уже лучше лежит. У него порядка 12 видов трав. Все они жизнеспособны. Ужас. Все они жизнеспособны. Я смотрю, там что-то из желчи, все это выходит, что-то с мочевым не то. Мой ты хороший. 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 С миром тебе, как говорится. Фу, не дай бог. Тут, тут, фу. Сух паек. Так, к жрачке поближе. Что вкусное есть, расскажите? Все вкусное? Да. А попробовать есть что-нибудь? А что вы? Распаковали бы один офицерский на всех? Ага. Нет? Ругать будут? Нет. Ну вот, короче, вам сух паек. Короче, как-то вот так вот. Такая выставка проходит. Я думаю, пока видео выйдет, эта выставка уже закончится. Но все равно показать вам было интересно. Ребята, я не мог пройти мимо. В федерации хоккей с мячом Николая Валуев. Последний раз Николая Валуева мы увидели с первого раз в Красноярске. На стадионе Несей. В Иркутске. Потом в Красногорске. Коль, ну и сейчас. Еще сейчас. Ну, пару слов для моего канала. Приветствую. Ребят, всем привет. Владимир Вежеевич канал. Очень скоро будет, к сожалению, будет игра в Архангельске. Я не сумею поехать. Будут играть ветераны. Приезжайте. Всем большого, хорошего весеннего, доброго настроения. Я надеюсь, зима чуть-чуть подзадержится в северных регионах. Ради того, чтобы мы сезон успели спокойно, без проблем доиграть. Ну, а если потребуется, для этого строятся и уже построены большие-большие крытые площадки. Ну, вы знаете. Одна из которых скоро появится в Кузбассе. Ездил, лично смотрел. Отличный стадион. Не хуже, чем в Красноярске. Не хуже, чем в Иркутске. Николай, ну такой вопрос. Вот, по вашему мнению, кто станет чемпионом? Москва? Скорее всего, Москва. Скорее всего. Енисея, наверное, третий будет, я так предполагаю. Ну, надеемся, по крайней мере. Не буду. Не буду. Вот, если бы про бокс спросили, я бы лучше бы сказал. Нет, ну, бокс, как говорится, мы не интересуемся. Хоккей, да. Все, ребятки, сейчас фото на памяти я побежал. Все, на сегодня всем пока.